Без царя для страны, без царя в голове. Сколько бед натворили о смерти забывшие. Прошлой жизни, не зная, спешили ли ведь, гнали толпами, толпами, к вышке. Были люди тогда в предалеком царе. Кто предвидел итог революции подлой? Что без Бога вострого скотинки звереть, быть сиротским слезам многоводной Волгой. Царь ты, царь, не один превратился весь в дым. А торонков не сыщешь от слуха и листецов. Почему не прислушался к людям простым? Им из Библии вещи не дали листок. Сколько возрастов было о царской семье, по российским глубинкам, столицах, вострогах. О субботе не думали и не о зиме, а об обрядности мертвые заботились строго. Только мысленно можно проникнуть к царям. Там кордоны из стражников лютых молют. По духовным одежкам, похоже на срам, за евангельский дух заплюют, заклюют. И никто и нигде не проник в радость книг. Не актоихов нет, и не темных триодий, а библейских, которым народ, чтоб приник, оказался для царствия вечности годен. Чтобы кору берез и пергамент телячий исписать, испещрить, был евангельским текстом. Эх, царишки-цари, ни один не был зрячим, а теперь в тех хоромах антихрист-наместник. И нельзя развернуть, и никак повторить. Были рядом епископы, сонны священства. Там музеи, иконы, под пудрый парик. Виноваты вы сами, признайтесь же честно. Значит, царь всех царей так подвел вам черту, и кровавые точки поставил в подвале. Если все возвернуть, что вам стоит черкнуть? Пару слов доброходно. Христа вы призвали. 21 ноября 2006 года. Продолжение следует...